Субтитры создавал DimaTorzok 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 Журналы никакие есть. Абсолютно не люблю это делать, потому что нет на это времени. Экономлю каждую секунду своего времени. Все семьи подписаны, если будете видеть, внизу. Справа этикетка, там подписано, какая линия сидит. Я уже краткие характеристики о ней знаю. Следующий взгляд. Так же самое у меня зимуют вот эти полистирольные отводки. Это отводки, сделанные самодельно. Самодельные отводки с шестерамочниками. Снизу сетчатая на 50%, остальное все сверху пенопласт. Составляются они вместе, чтобы зимовали не по раздельности, а вместе с такой вот группой, как бы единым клубом. Это я посмотрел уже с утра в Левчинбурге, когда были на семинаре. То есть, если мы составляем эти отводки вместо, то получается весеннее развитие и зимовка более комфортная, так как она занимает полностью весь клуб. Получается очень компактно. Начала зимой, хорошо развивается. Следующий взгляд. Зимой, соответственно, когда мы послали чулу в зиму, я начинаю работать в цепу. Делать пули. У меня свой цепь. Ну как, мы с другом цепь держим, делаем пули. Вот здесь в пачке 6 кубов леса мы перегоняем приблизительно за неделю. Станки, чтобы мы не подумали, что там станки, неизвестно какие, обычные белорусские станки. Очень бытовые станки. Делается еще без всяких бытовых. Единственное, мы закупали доску уже урованную, регистрованную. То бишь, она через сушилку прошла и уже буквально прошла через рейс. Это дает, облегчает себестоимость пули. И удешевляет ее максимально. То бишь, за неделю мы делаем приблизительно 400 корпусов. Уже в год скрутки. 400 корпусов. Это 80 пули приблизительно. Следующий взгляд. Также с доски делаются нуклеусы. Это отдельная тема. Нуклеусы я и хотел бы застряться на этой сети сегодня на нуклеусы. Вот такие вот срамочные нуклеусы. Разница между мини-плюсами и т.к.м. Либо такими. Я буду за себя такой, потому что я 3 года про нуклеусы, можно сказать, с нуклеуса. Следующий взгляд. Тип кулья. Делал кулья с 43-й доски. С 43 мм доски. В этом году уже убедился, что начну делать с 25-й доски и 145-я корпуса. Та же самая комбинация, только 25-я доска. Потому что это экономично. Ты считаешь каждую копейку. Это у меня с одного улья выходит полтора. Если тот материал, который я потрачу на 43 мм, здесь я потрачу, у меня будет полтора улья. Это тоже себестоимость. Расход древесины на один улья получается 0,07 куба. Вы можете посчитать, какая себестоимость древесины. Сто процентов заложить. Смотрите, какая ваша себестоимость древесина. Следующий взгляд. Это без фальцевой. Без фальцевой. Вот это результаты прошлого года. Это, правда, фальцевая улья на 43 мм доска была. Здесь 700 корпусов находится. Делали где-то около двух недель. Следующий взгляд. Ну, это уже заслуги летного года, этой зимы. Вот здесь внизу, кто разберет, ну, здесь 4000 кубок рейчек. Боковых рейк на 300 грамм. Опять же, рейка сделана на шип. Рейк собирается на шип. Почему на шип? Потому что это экономит быстро время. Быстрый сбор рамки, в принципе. Очень быстрый. В день сбивается в кондуктор. Через кондуктор сбиваются эти магазинные рамки. То сбивается порядка 400. Если магазинная рамка, то порядка 800 рамок в день. 800 маленьких рамок в день. Не на следы. Если говорить про 300-ю рамку, без кондуктора это полтысячи. В этом году было сделано полтысячи рамок. За день сбивается пневостепление. Не переплетая после чего-то. Следующий слайд. Ну, вот так вот выглядят эти 800 рамок. Там, видите, за двух стопочках. Две стопочки, только толка, и остальное варарам. Вот эта стопка сбита за день. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это полистрольные нутриусы, которые я делал. Их вот здесь 100 штук. Это тоже отдельная тема, для чего они делаются. И для чего они выходные. Следующий слайд. Ну, здесь уже магазинные рамки. Здесь две с половиной тысячи на 145-ю рамку. Сбиваются они очень быстро. С ним опять же степпер, московой. Без всяких проблем. Очень элементарно называется. Единственная проблема перед действием. Т.е. натянуть проволоку. Но в среднем производительность переклеток проволок где-то 300 рамок в день. Маленькая. Следующий слайд. Это донья. 150 штук. Мы сделали в прошлом году заслуги прошлого года. Сечетая донья. Пчелка же только на сечетом дне. Только на сечетом дне. И другого больше ничего не хочу принимать. Следующий слайд. Ну вот как выглядит кондуктор на 145-ю рамку. Если кому-то будет интересно, могу по телефону рассказать как будет. Этот кондуктор сбивает рамки стандартные наши бесшиповые. В этом году буду делать уже рамки магазинные с шипом. Потому что опять же экономия времени. Я бы считал, что шипом быстрее делаются рамки как низ, так и верх. И так же полезно. Быстрее собирать шипом, чем без шипа. Хотя 800 рамок в день это тоже результат. Но тем не менее, пускай на 100 рамок, но это все равно время. Следующий слайд. Ну, при приходе весны готовится как усак покраски. Красится каким образом? Не одиночным, не по одиночке. А красится полностью стопки. Восстанавливается с полевизатором или по валикам. Разницы нет. Выгоняются просто. Можно покрасить все 100 улей на день без всяких проблем. Следующий слайд. Обычная краска. Я не заморачиваюсь на покраске, потому что... В покраске я не заморачиваюсь. Почему? Потому что я знаю, что эти улей выслужат 20 лет. Дай Бог мне. Даже 20 лет. Опять сейчас. Видите, да? Весна расставляется в стопки и просто красится с полевизатором. Отдельные стопки становятся и красится. Можно какие-нибудь там рисуночки делать, но это уже у кого какая пуля была. Следующий слайд. Приходит весна, обновление, когда пчела уже... Что касается при весну, хочу остановиться. Выходят пчелы из зимовки. Выходят пчелы из зимовки. Чищу донья. Сокращаю максимальное гнездо, если нужно сократить. Если это возможно сократить. Что с бакостом очень редко бывает сократить гнездо. Убрать лишние рамки. Вот. Наоборот, бывает еще ворота. Когда начинается обновление гнезда. Ставлю две кроющие. За кроющие рамки ворщину. Отвели ворщину. Ставлю ее в центр. Опять ставлю в кроющие. На то же место, где была ворщина. Тем самым происходит обновление гнезда. И происходит вот такая вот картинка уже к концу апреля, начало мая. Вот такая картинка выходит, если присутствует театр. Вот такая картинка. Многие задают вопрос. Почему P, почему M, P. Это был сделан мой результат. Он для меня. Я не знаю. Каждый может по своему решать. Я сделал такой результат. И сказал, это был тест на максимум или полумаксимум. Потому что если я покупаю стоимость 100-150 кг машины. Это имеет значение максимум или полумаксимум. В килограмме максимум 11 листов, полумаксимум или 4. С одной упаковки 12 листов. 12 листов на 20 упаковок. Посчитайте сколько это выходит. Это 10-7 месяцев движения обшивы. Следующий слайд. Зачветает пиво. Зачветает высоты. Наступает период вывода маток. И уже начинается потихонечку подготовка к этому. Для меня первый старт для вывода маток начинается как бы я тут увидел крутой расплод. И начинается подготовка. Следующий слайд. Ну вот так вот выглядят маточники. Привычная рамка. Опять же тот инкубатор, который я показывал. Который был осенью на презентации. Таким же типом стоял. Запечатываются маточники. Переносится в семью. Ну из семьи уже старцы. И всякие проблемы ожидают. Значит ты ничего не изолируешь. И уже выходят маточки. Ну опять же я не буду на этом обозряться. Я просто рассказываю как я их делаю. Следующий слайд. Ну вот такие у меня помощники на башнике. Чем он помогает. Второй раз замужен. Приходишь. Ползает вот такое существо. А в медведях есть? Там есть все. Следующий слайд пожалуйста. Маток добывает. Поднимает время на пересылку маток в почту. Занимается всем очень много. Боятся людей пересылать маток в почту. Кто занимается матководством. Хочу сказать что не бойтесь. Потому что это за все. Я матководством занимаюсь уже около 10 лет. И пересылал достаточно много маток в почту. Никаких проблем и одного нарекания по поводу. И рисунки маток не было. Наша почта в Баруси работает довольно таки неплохо. По поводу рисунки маток не было. Главное правильно. Следующий слайд. Вот. Ну этот может слайд. Что касается полистирола. Я хотел заметить. Это с него был сделан в этом году. В мае месяце. Мне пришлось в мае месяце кормить пчелу. Потому что отсутствовал взяток. Кормил их вот такими маленькими кормушечками. Литковыми. По пол литра. Давал через день. Потому что взятка отсутствовал полностью. Думал что придется что-то думать. Потому что взятка конкретно не было. В мае месяце. Пчелы использовали. Его там каждый взяток по три дня. Следующий слайд. Ну вот как так вот выглядит они. Пчелки приходят. Собрали. Всяких проблемах. Следующий слайд. По санокам и домов на ставках. Когда приходит рисунка во время расширения гнезда. По санокам и домов на ставках. Человодам приходит. Я что делаю. Восемь рамок развивается пчелосемья. Восемь рамок хорошо развивается. Не рыхло, а хорошо развивается. То бишь восемь рамок плотной апсидки. Ставишь девятую закроющую рамку. Вложишь растительную решетку. И ставишь в магазин. Почему? Ни в коем случае нельзя подумать. Многие пчеловоды, которые пользуются лакосом, вряд ли краятся пчела. Я всегда сравниваю с примером. Даже в этот зал напьется еще 300 человек. Кто-нибудь захочет выйти. Правильно? Нельзя делать, чтобы пчела думала, что ей тесно. Поставил гнездо скомплектованное. Поставил магазин. Пускай взятка нет. Магазин должен стоять. Написк пошел в второй момент. Следующий зайчик. Ну вот так вот мы работаем. Это 230-я корпуса. Это у меня ошибка прошлого. Еще остались 230-я корпуса. Почему? Сейчас отхожу от 230-й корпусов. Потому что тяжело тягать. Серьезно. По 8-й рамок стоит по 30 кг веса. И когда она стоит выше уровня груди, это довольно-таки тяжело. Когда остановлюсь на контроле роевого состояния. Роевое состояние контролируется быстрым поднятием корпуса или станем рамок, не переглядающего гнезда. То бишь контроль роевого состояния происходит в течении 1 минуты максимум. Экономия времени. За 10 минут. Потому что люди просматривают 16 рамочных улиц. И уже при лежаках. Я просматриваю ну минимум 15 рублей на роевое состояние. Это факт. И может если кому-то интересно, можно посоревноваться. Следующий слайд. Ну вот такие городы висят. Какие друзья, когда ставятся в магазины. Ну опять же, видите, помиролюбие пчелы. Я все равно надеваю решетку. Почему? Сетку. Сетку надеваю. Майки быть, но в сетке. Почему? Потому что не хотелось бы отвлекаться, если пчела в уши залезет там. Под ушами не сплать. Отвлекаться не ехать. Потому что считаешь свое время. Я бы считаю. Ну вот такой расплод ПАП. Многие говорят, в БАКУСК есть разный. У кого-то не пошел. В БАКУСК есть разный. Я всегда говорю, какой БАКУСК? Райная выпьет рамя БАКУСК. И уметь выбирать БАКУСК. У нас в Беларуси есть хорошие материалы. И злорику БАКУСК. Но есть поставщики маток. Хотелось бы желать лучшего тех маток, которые есть. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот такие тоже. Это позапрошлом году. Это в прошлом году. Это была на фотографии. Чтобы не было на одном уровне. Следующий слайд, пожалуйста. Наступает пора формирования отводок. В середине мая где-то я формирую отводки одну рамку-печатку, одну кроющую и маточник на выходе. Для чего? Это делается до начала рапсона даже. Потому что если, не дай Бог, не будет взятка какого-то, ну в конце мая, и всегда и возникло раевое состояние, к этому периоду облепывается матка уже в этой одной рамке и начинает сеять. Твое дело только подставлять расход. От раевой семьи, которая вышла в раевое состояние, обламываешь маточники и перестраховываешься, берешь одну-две рамки расхода и подставляешь этот отводок. На конец мая у тебя уже отводок с молодой плодной маткой. Это очень важно. И такие отводки в результате дают по 30 кг мёда. В этом отводывали, в прошлом отводывали. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот так вот выглядят отводки. Пчел содержим только на патронах. Частично на патронах, частично впаренные патроны. То бишь, патроны развязается над полом и пчелы стоят в ряд. Очень немаловажное значение имеет постановка пчел, когда ты работаешь на мёд. Другие тут смотришь, пасеки стоят, красиво расставленный в рядок между в рядками по 3-4 метра. Вы не учитываете время, которое нужно ходить на передвижение. Здесь, когда ты стоишь, шаг сделал около пуля, шаг сделал ты около пуля. Ты четырьмя шагами осматриваешь четыре пуля. Тоже экономия времени ваша. Уберегите своё время. Оно самое главное. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот контроль маточек уже на засев. Вот, таких тоже маками происходит. Молодые матки. И смотришь совсем, как происходит. Следующий слайд. Ну, вот так вот выглядят отводки в среднем. Плюс-минус. Вот так вот они выглядят. Когда они уже сформированы, стоят на поддонах. Там основные семьи. Видите, да? Это с задним пальмом. С магазином Минсал КВ10. Это поддоны. Ой, это отводки. Следующий слайд. Начинает зацветать рапс. Возим пчелу на рапс. Кочую я и прицепами тракторными. Но в последнее время становимся последних три года. Два года. Работаю легковым тракторным курсом. Легковым прицепом буквально. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот это тракторный прицеп. Приблизительно вот в такое время. Видите рапси? Вот такие стоят. Коркуса с мёдом. Либо подмёр. Снизу, да, если вы считаете, два гнезда. Два корпуса гнезда становятся на чё. Это подмёр. Больше трёх не спешит. Пчелу нет с места. Следующий слайд не спешит. Ну, вот так вот. Это моего друга на басеке. Он начал. Он снимается пчёлами три года. Четвёртый сезон он учит сейчас. И он достиг вот таких результатов. Он с двенадцати семей. Уже басека у него больше семидесяти семей. И в прошлом году у него была вот такая конструкция кульев. И вот с такими башнями. Мне за него я действительно горжусь этим другом. И молодец. Он действительно молодец. Он в этом году накачался. Он накачал, тоже держит бакфост. Тоже на стационаре. Он держит с одного. У него приземало пятьдесят семей. Он накачал четыре полные ноги. Куда вы их реализуетесь? Это будет совсем другой вопрос. Следующий стационар. Ну вот такой легковой прицеп. Бестактный вопрос. Легковой прицеп, который перевозится в чёрную. Этим прицепом можно делать что угодно. Мы бы купили... Почему такой прицеп, а не трактор? Тракторный прицеп вы... Сейчас я расскажу и по две оси лет. Если вы тракторный прицеп взяли, вы откачуете в радиусе 60 км максимум. И вы, если для перевозки одной двадцати семей, грубо говоря, вы тратите ночь на радиусе 60 км. Не выспанные, а вам быстро работают. То есть на легковой машине по шестьдесят километров по башетку нажали и поехали дальше. То есть на этом прицепе... Вы пчелу высадили, потому что даже если ты один везёшь, всё равно надо ухочевать двумя. Два человека, чтобы было. Разницы нет. Либо я на легковой еду двумя, либо я здесь еду двумя. Выставить их и загрузить, никакой проблемы нету, потому что подъезжаешь к пасеке буквально к самому углу. Твоё дело только взять, поставить, взять и не ставить. На этом прицепе можно возить всё. На вашем прицепе на тракторный... Это тысяча долларов в подвешенном состоянии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот так вот выглядят семьи уже на высадке. На высадке. По лакам стою я, в центре стоит мой друг. Друг, второй друг, который тоже перешёл в этом году на Новокорпусные Улии, перешёл тоже на Бак. Тоже перешёл на Бак. Можно чётко видеть... Фотография так некрасиво сделана, это случайно было сделано в фотографии на фотографии. Когда вы смотрите в центре, да, видите, где жёлто-сине-зелёненькие ули, да? Валериация идёт. Парабола такая. Если суставить с улей, то парабола есть. Непрямая. Здесь по краям, вы видите, ровная. Там крива, в центре. Это говорит о том, что нестабильный материал. Это очень даже можно чётко видеть по куле. Когда ты приходишь к семьям, ты знаешь, что сюда магазин надо, сюда надо. Ты приходишь, знаешь, что у тебя там на тачке стоит 20 куле. Ты знаешь, что тебе надо... Мне нужно 20 корпусов. В этом случае неизвестно сколько брать. Когда стоят, неизвестно какой парабол... Непредсказуемый племенной материал, то бишь, либо среднерусское. Неизвестно что брать. И возить, амортизацию делать, этих корпусов тоже неинтересно. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается медовонки. В прошлом году, хотелось бы отметить... Купил вот такую медовонку. Это 250... Ой, тут 45 рамок. Довольно-таки она стоит немножко. Пришлось как-то подвинуться и поговорить с людьми. Взял, можно сказать, 50% кредит. В том году она длилась за сезон. Поверьте мне, за сезон. Мы не считаем сколько... Когда магазин стоит по 6 магазинов, и нужно качать мед, и идёт главный взяток. Когда вы качаете трёхрамочной медовонкой, это не медовонка, это драчка. Извините за выражение, это драчка. Ты сидишь только и дерёшь. Такой медовонкой я в этом году откачивал 900 лилограмм за день один. Чья польская? Это польская акционическая медовонка на 56 рамок автомата. Автомат или не автомат, это дело каждого. Я бы на теперешнюю голову не брал автомат. Полуавтомат, потому что ты всё равно стоишь, и разное наполнение и т.д. и т.д. Это тоже зациклится на эту еду. Вы не представляете, сколько мы теряем. Не представляете. Если в день... Сколько каждому рядовому человеку нужно выключить до номера? Я хотел бы задать вопрос. Сколько? А идёт взяток. Четыре дня. Ну, я говорю, три дня. Три-четыре дня. Три-четыре дня. Ну, какая заселённость способа? Три-четыре дня. Три-четыре дня. Если у вас забиты все магазины, и у вас сто семей выбавали, да? Сто семей. И вы теряете три дня. Средний привес три килограмма. Посчитайте, сколько вы теряете. Я не говорю про розничную цену меда, я говорю про... А где вы теряете один вопрос? Я... Я... Я постановлюсь. Вы задавали вопрос... Задавали вопрос, почему одноосный вернущий прицеп? Почему одноосный, либо двухосный прицеп? Единственный минус одноосного прицепа, безупотрём на семьсот пятьдесят килограмм. Это немножко минус. Но было так, что советские жадности это грузили и потолили. Вопросов никаких не было. Но... Чего одноосный или двухосный? Одноосный... Когда вы едете по нашим белорусским ямкам, на одну ось один удар. Правильно? Конечно. А на две два... Следующий самый? Правильно. Ну, так вот уже это. Но все-таки у нас ученые стоят. Тоже видно, да? Вот я во что и говорил, что нестабильность. Где-то есть нестабильность. А вы что? Сабиродового заговорились. Необрабатывали. Что-что? В этом году я ехал за племенным материалом. Скажу, такой был случай. Красивый от поля Василька. Там до 100 гектаров. Там получился на границе стоял Масиславского и Дрибинского района. Дрибинский район не обрабатывал от Василька. Масиславский был более обработан. Более такой хозяйственный обработан. Но я был в Европе. Мне звонят люди и говорят, что с пчела лежит под Вельковым. Немножко отравлены. Было. Было. И казан, говорили перпицидами обработали. Обработали. Так. Мы перейдем на вопросы. Хорошо? Я хотел бы запомнить. А, хорошо? Ну, вот такая вот пасека уже в конце сезона. В конце сезона, конец главного медосбора. Вот такие башни. Она уже занимает. Следующий слайд. Ну, видится мой рост, да? Какой рост. Именно что касается того пуля, конкретно, или тогда, для прошлого сезона. Было снято два корпуса на 230-ю. А вы представляете, какие башни были тогда? Ну, я считаю, что прошлый год был не очень хороший. Он был, но тем не менее, это случилось. Это тот птачок, о котором я говорил. Это бак. Это бак. Следующий. Ну, про что я говорю? Про прицеп. Следующий слайд. Отбираем мед тоже. Отбираем в воздухотувкой мед. На прицепе. Получается, пчел выкачуешь, привозишь пчел на медосбор и сразу же выставляешь его, чтобы можно было подъехать. Соответственно, когда ты отбираешь мед, сразу же с улья берешь, с воздухотувкой обработал, сразу же на прицеп. Не надо ходить по пять раз. Туда назад. Все должно быть на одном дыхании делаться, как можно быстро. В этом году был поставлен, можно сказать, маленький рекорд. Я добрался два часа восемьдесят в магазинах с мед. Таким аккаунтом, с воздухотувкой, не ходившим сразу на прицеп. Следующий слайд. Ну, это что вы на речке стояли? У нас уже затухающая речка. Вот такие пули были на речке. Немножко боялся, что ветер будет, может завалить. Следующий слайд. Ну, вот такие вот, что хотелось бы сказать о решетках. Работают только с решетками. И вот это результат, когда я выдувал пчуру. Не заметил, потому что ты не смотришь, что там в магазине. Ты поднимаешь в магазин, открываешь, с надеждой на то, что там матки нету. Ту матки нету. И выдуваешь пчуру. Пчела ложится прямо, падает прямо на землю. Ну, ты забрал магазин. Приезжал, на следующее время приезжаю кормить. И вот такую ситуацию я вижу. Пчела уже выдувал матку. Матка по такому узлу, как-то не как. Улью. Сели между ульями. Ну, это результат плохой, это результат плохой решетки. Следующий слайд. Ну, следующий. Это к тому же, ну, постановка кормушек. Постановка кормушек. Если делается такая работа, то делается она полностью комплексно. Что касается тачка. Пришел на тачок, сделал комплексную работу и пошел. Не делается. Эту надо, эту надо ремонт делать. В чем делаешь это на последующий слайд? Ну, такой вот объект человек уже осенью занимает при кормлении на салоне. Я ложу обычную кормушку. Делаю обычную кормушку. Ложу солому и заливаю сиропом. Следующий слайд. Можно, опять же, у кого проблемы с соломой. Наверное, у меня было вообще нет проблем с соломой. Делаю с опилками. Пробовала с опилками. Почему? Открыть их. Потому что быстрый забор. Я очень ценю время забора. Забора сиропа. Некогда ждать 3-4 суток, покуда кормушки у сиропа. Не хочу обиду сказать. Выберу через неделю сироп 10-9 литров. Мне нужно, чтобы быстро забрали. И быстро. Пчела. Я берегу пчелу. Потому что осенью каждая пчела дорога. Чтобы она износилась. Старая пчела не успела. Переработала сироп и молодая его не затронула. Заливаю сразу по 10 литров. Следующий слайд. Ну вот так вот она не хранится. Хранится сушь у меня. Потому что места нет. Немножко с помещениями немножко проблемы. Ну вот так вот она хранится. Заблетована стрейч. Ну, опять же, по стрейджу хочется сказать. Ошибка была, может, немножко сделана. То, что стрейдж подлазит пчела, чувствует не так. Подлазит, погибает пчела. Поэтому в следующем году стрейджами заниматься больше не будет. Следующий слайд. Ну вот так вот тачки опять же находятся. Тачки по 20 семей. Это уже осень. Следующий слайд. Утепление круглый год. Опять же, пенопласт или изовер. Я использую изовер. Почему? Потому что мышь на ней ввезет. Мышь не ввезет изовер. Она доходит, максимум может с компонс поточить. До изовера заходит, разворачивается и все. Мыши там жить не будут. Следующий слайд. Вот так вот я обрабатываю бипином и пошевеливаю кислотой. Следующий слайд. Вот такой вот объем клуба. Вот так пчелы идут в зиму. Все читают. Сверху пленка, крыша. Все, пчелы готовы в зиму. Следующий слайд. Ну, в этом году планируется инструментальное осенение маток делать. Потому что довольно таки накладно ездить за племенный материал каждый год. Чего конкретно четко доверять тому, что приходит к нам в Белоруссию? Хотел бы сказать лучше, как я хотел бы сказать. Возможно, ну, это интерес. Мен получать уже не интересно. Уже интересно посидеть, заниматься грязными делами. Следующий слайд. Ну, это задетесь последующими. Вот, все, спасибо за внимание. Так, есть вопросы? Квардинально. Спасибо. Сейчас, извините, спрашивали вопросы. Вы ЕВ? Нет. Сколько у вас человек на Ташике работает? Три вопроса. С медом. Ну, работать. С медом? Ну, я вам расскажу, как у меня семья. Я работаю один, у меня брат. Он работает в Белисходе. Когда у него перерыва... Двести семей? Двести семей. В ПТС Советского Союза 50 семей на 2 человек. Это... А в Канаде 250-300. Забудьте про Советского Союза. algun станок? Под подписчиков он вполне? Д uniformа? У чем содержит им? М blogann. У чем содержит им? В чем содержит им? Подождите. Это много вопросов в порядке. У чем содержит им? Федора, во кака пластиковые уроды? У меня есть 25 км рам kav 10 кв. Я смотрю в умово. Вы вопросы задаете или выступаете? Мы в область коскомерту. Мы очень громко держали. В общем, извините, а почему вы содержите? А почему вы содержите? Первая книжка дает. Проводил за пятую, если не шли в углу. Где мы набрали шимикам, эмалированные посуды на 10 тонн? Сейчас скажите на пятку, где мне набрали? Где мне на клитровый банок набрали? Где мне реминил зеконов собран? Где-то мне всех металли стоят. Как вы знаете реализацию? Я возникаю. Я возникаю. Есть профессиональный вопрос. Это вопрос и вознательный. Вы в одной силе не стоит. Товарищи, хватит этот профессионал. Не нравится, значит, делайте картошки. Другие. Сразу обменяем. Вы в одной семье применяете рамки. Максимум и полумаксимум. В щину. То есть в щину? Нет, я хочу пояснить, что можете попросить. Я хотел попробовать разницу максимум или полумаксимум. Я разрезал лист в щину и на одну рамку клеил максимум и полумаксимум. И подписывал максимум и полумаксимум. По теории все нам говорят, что на максимум пчела смещается и лучше ее ведет. Брехня. Честно. Вот. Труд снимает вот так по центру, и пчела начинает снимать ровно по центру. 14 ноября здесь на этом месте стоял Домродский из Киева. Он тоже максимум, полумаксимум. То есть если пчеловек проявится. Разве по максимуму. До первого румяного пчела. Вот он так все на дне. Абсолютно верно. Первый вопрос. Прерывался. Я когда видел ваши эти боковушки, так. Я. Хочу сразу вопросу. У меня белорусская пасека 2014 в 2014 выступал там по-моему какого. Монахов из Сибиряники. И там проводил расчеты своей эмоциональной рамки на ствошную боковушку в 32 мм. Вот кто-нибудь… у меня боковушки 35 35 я максимально плотно звоняю в магазины не вижу смысла делать боковушки в магазинах наставках не вижу смысла разделитель для Кокмана не вижу смысла делать почему? потому что мы все равно ставим по 9 рамок и эти боковушки не влияют 35 зимой вы не боитесь, что между этими рамками вы стояли? нет, если ты там взял 20 литров сиропа там стояния никакого нет за что применять на сонном рамке? ну это никакая инфекция нормальная рамка 35 мм почему делаю 35 мм? потому что по бокам Кокмана прополис, воск все это один к одному получается 37 мм те же самые рамки разбиваются что хочется сказать по поводу реализации меда в этом рамку хочу немножко похвалиться в этом на выборе зона 10 мм у меня зовут не поверите, покупая 50% того мм это прилипче вам честно вам скажу цена в этом году средней вышла где-то пол 3 доллара так, спасибо, спасибо большое еще раз еще один вопрос координаты и замечание президиума пожалуйста, представляйте и к вам вопрос координаты представьте телефон меня зовут Расик Михайлов телефон 842 это МДС мы ни разу не представляете представить 842 845 845 845 я не помню мужа надо их представлять ну это доброе доброе пожелание такой вопрос все рассказывало только плюсы как раз как были прекрасные пчелы неужели нет никаких неностатков? нет, есть неностатки под конец сезона живут я пойду я пойду каждая вещь имеет свой плюс неужели нету спасибо спасибо